С Королёвым Устинов смотрит на часы и говорит, о, уже второй час. Ну, товарищи, давайте разойдёмся, хорошенько выспимся, в семь часов здесь. Многие люди этого не понимают, но это реальные факты. Мы разучились садиться на Луну. В школе я, скажем, очень увлекался литературой, интересовался различного рода философскими концепциями. Но одновременно была какая-то, ну, я не знаю, не то что жажда такого познания окружающего мира. Скорее, это было любопытство. Я проглатывал массу литературы, в том числе, мне очень нравились такие брошюрки, научно-популярные издания. И вот я помню, на меня произвело впечатление такая брошюрка, я уже не помню, кем она была написана. А называлась она «Было ли начало и будет ли конец мира?» И это будоражило воображение. Естественно, хотелось, ну, на так сказать, там уровне знаний, которые мне были доступны, Хотелось, конечно, что-то новое узнать. Я с огромным уважением до сих пор отношусь к книжке по астрономии. У нас был курс, естественно, уроки астрономии. У нас была замечательная книжка Воронцова-Вильяминова. Мы по ней учились. Вы знаете, спустя уже много десятилетий Мой хороший знакомый, который возглавлял журнал «Земля и Вселенная» много лет, Ефим Павлович Левитан. Он хотел что-то привнести новое. И он написал новый школьный учебник. Но я достаточно критически о нем отозвался. Это были, наверное, 80-е годы. Я до сих пор считаю, несмотря на то, что произошла по существу революция, совершенно невероятный поток информации и нашего осознания, и того, что собой представляет окружающий мир и наше место во Вселенной, несмотря на это, я считаю учебник Воронцова-Вильяминова очень хорошим и отвечающим тем требованиям, которые нужны человеку, входящему в этот мир. Я имею в виду на уровне школьного образования. Для меня было шоком отмена астрономии в школе. И я приложил немало усилий вместе со своими коллегами, чтобы астрономию в школу вернуть, потому что, вы понимаете, ну, одичание может доходить до любой степени, и особенно среди тех людей, которые, ну, просто даже активно не хотят что-то узнавать, довольствуются тем, что они видят, а они видят, что солнце ходит вокруг Земли, и поэтому по социальному опросу до недавнего времени, не знаю, как сейчас, но, по крайней мере, где-то почти половина нашего населения была убеждена, что солнце вращается вокруг Земли. Ну, вот, я, в частности, подписывал бумаги вместе со своими коллегами. Одна наиболее значимая, это было в самом начале 2000-х годов. По-моему, мы ее писали Медведеву. Вместе со мной ее подписали руководитель нашей астрономии в России, академик Боярчук и космонавт Гречко. И, насколько я знаю, в общем, этот документ какую-то роль сыграл, и поэтому то, что с этого года астрономия вернулась, для меня это, конечно, большое событие и большое удовлетворение. Так вот, наверное, конечно, это были и в тот период это была, конечно, элита, которая будоражила воображение. Позднее это были Артур Кларк, Рэй Брэдбери. Ну, во всяком случае, изначально, когда я учился, а я учился в совершенно замечательной школе, которая готовила, я имею в виду УЗИ, которая готовила наших выдающихся специалистов, в том числе в области артиллерии, ракетной, а затем и космической техники, это университет Бауманский. И там я прошел замечательную школу у своих наставников. Среди них был совершенно великолепный механик Александр Николаевич Обморшев, у него я очень многому научился. И, наверное, так сказать, это в значительной степени послужило основой того, что механика стала основой по существу моего образования, а механика лежит, с моей точки зрения, вместе с математикой, конечно, в основе по существу большинства наук. И не случайно французский ученый, который даже номинировался на Нобелевскую премию, Самуэль Руэль, как-то очень хорошо сказал, механика родилась для того, чтобы объяснить мир. Вот это сочетание в образовании, познании макро- и микромира привели в конечном итоге к тому, что вот это сочетание, или, как теперь говорят, синергизм наилучшим образом воплотились в том разделе науки, который представляет собой космос, изучение космического пространства. Ну, пришел я к этому не сразу, но так, в общем, обычно складывается судьба. У меня не было такого плавного, ровного течения. Когда был запущен первый спутник Земли, я возвращался в Москву с преддипломной практики. И это, конечно, было совершенно шокирующим событием. Потом я вместе с огромным количеством людей наблюдал эту звездочку, различая ее на небосводе ночном. И это, конечно, будоражило воображение. И, в общем, наверное, так сказать, тоже было своего рода толчком. А 12 апреля это уже меня, кстати, ну, понимаете, зарубежные деятели, историки, они знают часто больше нашего. И для меня было совершенно неожиданным, что ко мне вдруг обратилась редакция журнала Nature с просьбой, чтобы я как-то прокомментировал со своих позиций 12 апреля. В этот период я работал в ракетно-космической отрасли и меня вместе с несколькими еще специалистами привлекли в такую специальную группу. мы, конечно, знали уже о запуске, мы знали о том, у нас была громкая связь, как это все проходит. И это своего рода была аварийная комиссия. То есть естественно было далеко не очевидно, что полет Юрия Гагарина окончится успехом, триумфом. И вот наша группа и я не знаю, наверное, было несколько таких групп, но вообще, мы сидели в здании Госкомитета оборонной техники, в существу министерства, сидели в том здании в специальной комнате и были готовы к тому, чтобы реагировать на всякого рода непредвиденные ситуации. А вот уж когда пришла информация, что он сел и нашли, вот здесь мы вместе со всеми на площади Маяковского вывалились на улицу Горького. И я помню, с какой эйфорией мы шли и действительно шли осознанно под плакатами «Ура, космос наш!» Это незабываемо. Поэтому ну мне не довелось внести какой-то вклад в это огромное пахальное событие. но определенную сопричастность я ощущаю. Ну вот недавно я отметил свой юбилей. У меня за плечами огромная жизнь, очень насыщенная. И я свой доклад на ученом совете в институте начал словами, что юбилей это не повод для словословий, а необходимость человека, который продолжает деятельность, отчитаться об этой деятельности перед коллегами. что я и попытался сделать. И в этих же вводных словах, когда я выражал благодарность родителям, учителям, коллегам, я сказал о том, что родителям я очень благодарен за то, что они меня родили вовремя, что они меня ввели в этот мир как раз тогда, когда начиналась космическая эра. И ну, так сложилась судьба, посчастливилось. встретить замечательных людей, ну, наверное, проявить определенное упорство. И благодаря этому мне удалось быть сопричастным нашим крупнейшим космическим достижением, что естественно, ну, так будем говорить, оставляет чувство большого удовлетворения. Я имел возможность достаточно глубоко познакомиться с ракетной техникой, с ракетной техникой. И с огромным чувством благодарности вспоминаю человека, который привлек меня к этому, с которым я провел огромное количество времени на полигонах наших ракетных, который привлек меня к тому, чтобы заниматься разбором аварийных пусков. А аварий было очень много. Это для пресса мы тогда говорили в конце пятидесятых, шестидесятых, да и позднее годах, что у нас все хорошо. На самом деле было много аварий. И через аварии вы наилучшим образом познаете саму технику, выискивая те причины, которые привели к тем или иным неисправностям, в конечном итоге авариям. Ну и конечно это совершенно уникальная возможность общения с такими нашими гигантами, как Сергей Павлович Королев и Мстислав Силович Келдыш. С Королевым мне не довелось работать очень тесно, но довелось общаться. И я всегда восхищался не только силой инженерного таланта, но и совершенно потрясающими организационными способностями. Это тот человек, который мог действительно за собой вести армии. И он вел. И благодаря этому мы имели наши достижения. А в 62-м, далеком 62-м году, а простите, в 61-м, еще дальше, в далеком 61-м году на одном из совещаний, которое проходило в Самаре. Я неожиданно познакомился с Сиславом Селычем Келдышем. Это была действительно очень счастливая страница моей биографии. Сислав Селыч вскоре пригласил меня в свой институт прикладной математики, который теперь носит его имя. И с ним я проработал более 17 лет. И это была потрясающая совершенно школа, школа научная, но пожалуй еще больше школа житейская, жизненная. Поэтому когда я откликнулся на просьбу нашего популярного журнала природа написать статью Амсислав Селыч, а я до этого о нем много писал, но вот эта статья к 100-летнему юбилею со дня его рождения я ее назвал «Уроки Келдыша». И это были действительно уроки. Это была ни с чем несравнимая школа. И я естественно считаю это, кстати, не мое определение, а определение нашего замечательного журналиста, моего хорошего друга Володи Губарева, который сказал, что это был мой великий учитель. о Мстиславе Селыче можно говорить бесконечно. Я всегда поражался этому совершенно фантастическому, глубочайшему интеллекту. Я всегда поражался и интуицией, и широте восприятия казалось бы рядовых событий. Но это сила обобщения, сила прогноза, предвидения. Это всегда меня восхищал. Ну и наверное я могу с удовлетворением говорить о том, что Мстислав Селыч в меня наверное поверил, и поэтому поручал мне достаточно серьезные дела. Один мой коллега как-то очень хорошо сказал. Он сказал, ведь мы же все знали, что Келдыш нетерпим бывает, очень суров к людям и так далее. Из-за тебя говорит то, что 17 лет он тебя терпел. Ну вот вы знаете, Мстислав Селыч мне неожиданно достаточно. Я занимался много в начале 60-х годов, будучи уже у него в институте, активно помогая ему в работе Междуведомственного научно-технического совета по космическим исследованиям при Академии наук СССР, который был по существу штабом космическим. И мне довелось до кончины Келдыша быть и ученым-секретарем этого совета, и его заместителем потом на последних порах. А еще в 60-х годах я много занимался вопросами, связанными со структурой, вариациями околоземного космического пространства, где летают наши спутники, в дальнейшем орбитальные станции. и это имело очень важное прикладное значение. Это были вопросы динамики разреженного газа, так называемой физико-химической кинетики. Это достаточно сложные вопросы, и именно по этому направлению я защищал свою кандидатскую диссертацию. Но неожиданно Мстислав Селыч меня пригласил и поручил заниматься планетными исследованиями. И я на всю жизнь запомнил разговор, когда я сказал, Мстислав Селыч, я в этом ничего не понимаю. А он так посмотрел и сказал, научитесь. И вот это научитесь, оно было девизом всей жизни. Практически всю жизнь я учился, потому что все время было новое и очень интересное. Я не помню, как росла моя дочь, я не помню многих, ну, в общем-то, таких, то, что называют радостями жизни, когда человек воспринимает массу интересного, что сама жизнь дарует, но у меня было счастье другое, было счастье познания, счастье открытий, и это, наверное, абсолютно ни с чем не сравнимо. Так вот, именно потому, что я говорю, наверное, Мстислав Селыч поверил, он мне поручил заниматься нашими планетными проектами к Венере, Марсу, и этому направлению я отдал более 15 лет своей жизни. при этом я выполнял функции своего рода смычки науки и техники, понимаете, своего рода такого интерфейса, потому что сами научные приборы ничего не могут, если они не обеспечены хорошими служебными системами, их работоспособностью, включая и надежность, и ресурсы, и информативность, абсолютно все. И с другой стороны, сами служебные системы без научных задач, без отдачи тоже ничего вам не дадут. Поэтому на протяжении этих лет я выполнял те функции, которые на Западе называют project scientist, то есть это ученый, занимающийся научными проектами, но в очень тесной связи с инженерами. И вот, собственно, на этой почве, на этой основе мне посчастливилось много лет взаимодействовать с нашим выдающимся человеком, с замечательнейшим инженером и просто умным, толковым специалистом это Георгий Николаевич Бабакин. Мы дружили. И эта дружба, я думаю, ну, в общем, была очень-очень значима и для того, чтобы можно было как-то ставить и решать крупные задачи. и я много с Георгием Николаевичем занимался и нашими проектами лунными, которые он предложил для того, чтобы противопоставить хоть что-то проигранной нами гонке за Луну, высадке космонавта. И это, конечно, безусловно, чрезвычайно успешная программа Венеры, полетов к Венере. Параллельно с этими функциями я ставил эксперименты на базе собственной лаборатории. И конечно, у меня оставляет вполне определенное чувство удовлетворения то, что удалось многое сделать впервые в мире. Это и прямым образом измерить параметры атмосферы Венеры, показать, что это далеко не близнец Земли, что она разительно отличается от Земли. Это, конечно, изучение теплового режима атмосферы. Это вопросы моделирования, понимания того, а почему развелась такая экзотическая природа на планете. Высокая температура, высокое давление, атмосфера углекислого газа и еще в дополнение ко всему облака из серной кислоты капелек. Кстати, первые измерения структуры, состава облаков были проведены как раз вот мною с коллегами. Ну, и, конечно, это первая прямая посадка, мягкая посадка и первые прямые измерения в атмосфере Марса, чем мы тоже очень и очень гордимся. Во всяком случае, это те результаты, которые получили действительно мировое признание и как бы свидетельством этого являются присужденные мне международные премии, достаточно престижные, в том числе ну, американцы, как известно, наших специалистов не жалуют. А здесь я неожиданно получил диплом НАСА американского, в котором четко, совершенно сказано за пионерские исследования планет Солнечной системы. Ну, вот это тот период. Кстати, параллельно я очень много занимался и продолжаю заниматься теоретическими аспектами. В основе их опять-таки лежит механика, в основе лежит значит физико-химическая кинетика. это все немножечко модифицировалось в плане направлений, в плане тех ну, что ли, фундаментальных основ, которые привлекаются для того, чтобы в этом направлении иметь какие-то ну, что ли, сдвиги. В науке это очень часто бывают, когда получаются прорывы, а так это, в общем, происходит некое накопление знаний и в конечном итоге какой-то новый результат интересный, который двигает вперед это направление. но в общем мне, конечно, пришлось очень сильно переживать то, что произошло с нашей научной космонавтикой, научными исследованиями космоса, в постперестроечный период, особенно в разрушительные 90-е. Я даже принял предложение и несколько лет работал в Америке, преподавал в американском университете, работал над проектами НАСА. страшно подумать еще даже, скажем, в 60-х годах, что я буду работать в такой области, в такой, так сказать, кооперации. Но я, в общем-то, счел для себя невозможным, в отличие от многих моих коллег, остаться в Соединенных Штатах, хотя предложения такие были, я вернулся в Москву. Я вернулся к своему коллективу, вернулся к своим ученикам и никогда об этом не пожалел. Очень большая часть сознательной жизни, она наполнена исключительно такими значимыми событиями, наполнена ну, каким-то чувством горения, стремления как можно больше сделать в этой области. Повторяю, я за это очень благодарен судьбе. вы знаете, вот я вспоминал совещание, на котором я познакомился с Сиславом Силовичем Келдышем в Самаре. я просто хочу маленький штрешок дать. Как люди работали? Совещание возглавлял секретарь ЦК по обороне Дмитрий Федорович Устинов. Мы прилетели во второй половине дня, сразу же поехали на предприятие. Это совещание было связано с нашим проектом Н-1, полетом на Луну. Поехали на предприятие, значит, совещание продолжалось долго. Устинов смотрит на часы и говорит, «О, уже второй час. Ну, товарищи, давайте разойдемся, хорошенько выспимся в 7 часов здесь». луна. Вот, я потрясаюсь, когда я вам рассказывал о Бабакине. Этот человек, он сгорел. вы можете себе представить, за 6 лет 16 новых проектов. и последователи, и последователи, я с большим уважением относился, и недавно отметил, что столетие мы отметили, Сергея Сергеевича Крюкова, его преемника, затем Вячеслав Михайлович Ковтуненко. Все это были очень талантливые люди, но в значительной мере они доводили то, что было заложено в Бабакину. И опять-таки я могу сказать, что я до сих пор вот как будто воочию вижу те встречи, те совещания, когда Бабакин приезжал к Келдышу, Сислав Силович меня, как правило, приглашал, и вот сидели, и Бабакин делился своими мыслями, проектами, и в частности, вот что можно было противопоставить американцам с автоматическим забором грунта, с высадкой лунохода, и, конечно, поддержка Келдыша была для него ключевой. Ну, а теперь вот вы мне задали вопрос как бы на контрасте, да, это контраст. Я вам сказал, 90-е годы они были совершенно разрушительные. Наш полет к космосу был, в общем, некой демонстрацией разгильдяйства, потому что один из дорогих проектов, это проект 88-го года, мы потеряли. Я говорю про Фобос-88, который был запущен к Фобосу, значит, с выходом на орбиту Фобоса с орбиты Марса. Так вот, один из аппаратов не долетел, он был потерян, потому что была ошибка подачи команд и в исходной, так сказать, разработке программного обеспечения. А второй аппарат, он должен был сблизиться с Фобосом. У меня там были очень интересные задачи, связанные с одним красивым экспериментом у Фобоса, но это не получилось, потому что аппарат прекратил существование из-за бортовой системы управления, не долетев до Фобоса примерно 50 километров. Вот. И я довольно много времени и сил уделил нашему проекту Марс-96. В 96-м году это был очень значимый эксперимент с большой международной кооперацией 22 страны. У нас в институте разрабатывали специально пенетраторы, которые должны были быть сброшены, воткнуться поверхность Марса. Разрабатывались так называемые малые долгоживущие станции. Ну и сам очень хорошо оснащенный научной аппаратурой орбитальный аппарат. Но вы знаете, я бывал в то время, ну, не так часто, скажем, когда шли наши венерианские, марсианские проекты, я вообще не уезжал с предприятия МПУ Лавочкина. А здесь я бывал довольно часто и видел, в каких условиях это все делалось. Вы понимаете, работали люди, которые по три месяца не получали зарплату. Работали люди, которые, ну, в общем, ну, как бы сосредоточены были не на том, что должно быть в основе общения инженера с его проектом, оборудованием. Поэтому, в общем, совершенно не случайно, что аппарат был неудачным, пуск был неудачным. Мы не вывели космический аппарат на траекторию полета к Марсу. Он упал в Тихий океан. После чего начался период, я бы сказал, такой прострации в планетном сообществе. Не все согласовано было в самой Академии наук. Не было четкой взаимосвязи с промышленностью. Было очень ограниченное финансирование. И в результате планетная программа по существу как бы была отброшена. ну вот так продолжалось несколько лет. я с большим удовлетворением и почтением вспоминаю коллег, с которыми как бы удалось начать восстанавливать нашу планетную программу. в тот период родилась идея совершить полет к Фобосу. Я говорил, что у нас проект 88-го года был неудачным или частично удачным. А здесь мы решили сделать это на новой технической базе. прежде всего отказаться от такого тяжелого ракетоносителя, протон, перейти на союз фрегат. В дальнейшем это заменилось зенитом. и прежде всего радикальным образом изменить технологическую основу. Но я скажу, что если аппарат Марс-96 должен был у Марса иметь массу порядка 8 тонн, то этот новый аппарат у Марса должен был иметь меньше 2 тонн. А это принципиальные решения, это абсолютно новые служебные системы, как там бортовая автоматика, радиокомплекс, все абсолютно миниатюризация. И это было ответом на зов времени. И вот собственно нас энтузиастов было 5 человек. Это были академик Авдуевский, академик Инеев, это был член корреспондент Аким, это был академик Попов, ваш покорный слуга. И вот мы регулярно каждую неделю собирались на семинары, потом мы привлекли к этому специалистов и НПУ Лавочкина, и ЦНИМАШа, и других организаций, и на этой основе родился уже некий прообраз нового проекта ФОБОС-ГРУНТ. Повторяю, это был новый, многоцелевой своего рода универсальный аппарат, мы имели в виду, что именно в таком облике этот аппарат будет способен летать и в дальний космос, скажем, к планетам-гигантам, их спутникам, и малым телам, астероидам, кометам. но хронически не хватало финансирования, и естественно, что это приводило к тому, что изначальные амбициозные планы ужимались, но тем не менее, аппарат удалось довести до состояния полной готовности и запуска. ну и вот собственно мне самому как бы так пришлось я очень много с этим занимался, есть мои публикации на эту тему. Этому аппарату я фактически уделил больше 10 лет жизни. Ну и вот собственно повторяю довели до запуска запуск состоялся, но опять-таки он был неудачный. И это отбросило нашу программу опять планетную на многие годы. Сейчас мы в значительной мере сосредоточены на Луне. Я не скрою от вас что мне с коллегами пришлось приложить очень много усилий для того, чтобы руководство и отрасли и руководство страны есть соответствующая директива нашего президента поставила Луну во главе угла. Почему? Три главные причины. первое. Луна это далеко не изученный объект. И там масса таких вещей, которые призваны пролить свет на многие ключевые вопросы образования, эволюции нашей солнечной системы. Второе. Это в технологическом отношении гораздо более достижимо, чем, скажем, проекты полета в более далекие области пространства. Это, ну, если угодно, это нам хорошо сейчас доступно, это по зубам. И третье. Луна это стратегический плацдарм. Мы не должны его просто так отдавать, уступать кому-то. Мы должны думать в перспективу, в стратегическом смысле, что это та платформа, которая будет первой по существу на пути расширения человечества в космическое пространство. Ну, вот, собственно, вот это то, чем мне и сейчас довольно много приходится заниматься. К большому сожалению, в отличие от того, что я, к чему я привык в советские времена, во время особенно работы с Бабакином, я вам говорил, 16 проектов за 6 лет. Сейчас мы не можем один проект сделать уже в течение многих лет. У нас есть хорошая программа Луна-Грунт, Луна-Ресурс, Луна-Глоб, Луна-Ресурс, Луна-Грунт и так далее. Но без конца сдвигаются сроки. Без конца. И по существу никто не несет за это ответственности, наказания. Когда меня успокаивают специалисты того же НПУ Лавочкина и говорят, нет, ну вот мы это сделаем, вот, ну там, через некоторое время и так далее. Я им обычно говорю, хотелось бы при жизни. И вот этот вот контраст, который произошел сейчас. Вы знаете, ну мы действительно много делаем очень важного, полезного в пилотируемом космосе. Вот недавно я был в университете, где с небольшой лекцией выступал приехавший в Россию директор, новый директор НАСА Бернстайн. Он говорил в очень таких хороших позитивных тонах, о перспективных сотрудничестве и так далее. Вот, ну, с моей точки зрения, это, конечно, главным образом пилотируемый космос. Да, здесь мы имеем вполне определенные достижения, достаточно хороший уровень, ну, немножко подпортил, значит, вот последний запуск, но, слава Богу, ребята живы, это главное. Вот, мы, конечно, отстаем, но занимаем вполне достойные позиции в том, что связано с прикладным космосом, понимаете, это то, что обеспечивает уже сейчас такую повседневную жизнь на Земле, без чего невозможно себе ее представить, современные условия, это и связь, навигация, метеорология, ресурсы, ну, и так далее. Но мы катастрофически отстали в научном космосе. Значит, пожалуй, два светлых пятна, одно это запуск аппарата радиоастрон с 10-метровым телескопом, вот, это, так сказать, и действительно и успех, и везение, если угодно. И второе, это, конечно, экзомарс, хотя посадочный аппарат с Киапарелли оказался неустаточным, посадка, но, тем не менее, есть очень-очень хорошие результаты с орбитального аппарата, в частности, по измерению так называемых малых компонентов или ну, трейс, то есть газы, то есть это некие, если угодно, следы газовые, которые очень важное значение имеют для понимания значит, и атмосферы планеты, и самой эволюции самой планеты. Вот. Ну, вот, ожидаем, что второй этап этого экзомарса с высадкой марсохода европейского, что он тоже пройдет достаточно успешно. Повторяю, все время откладываются проекты полета на Луну. Я уже так надеялся, что действительно объявленный срок 19-й год Луна Глоб осуществится, но сейчас это перенесено уже на 21-й, и конца этому не видно. А ведь, вы знаете, Луна Глоб имеет принципиальное значение, потому что многие люди этого не понимают, но это реальные факты. Мы разучились садиться на Луну. Мы это делали в 70-х годах и делали неоднократно, а сейчас мы утратили абсолютно все то, что обеспечивало эти наши достижения. Надо учиться заново, и это очень важный этап. Дело в том, что многие вещи, которые делает ученый в лабораториях, они совершенно не очевидны с точки зрения практического использования. И занимаясь, скажем, некими задачами, которые представляют тот или иной теоретический даже интерес, вы не сразу ощущаете, будет это какой-то из этого толка, будем говорить, выход в практику, или нет. И когда вы не видите этого результата, вы, конечно, испытываете некое чувство недовлетворения. Вот, собственно, Эйнштейн и говорил о том, что, понимаете, человек, который колет дрова и видит эту самую груду полений, который знает, что они принесут пользу для того, чтобы человеку давать тепло, конечно, это как бы сиюминутная непосредственная польза. А вот в отношении, так сказать, уже далеко идущих размышлений и различного рода, я бы так сказал, неочевидных результатов, результатов. Вот это, конечно, кстати, вы знаете, очень многие люди остаются вот таким вот образом неудовлетворенными. А бывает и другое в жизни человека, бывают буквально такие трагические события. особенно вот это в частности связано с космосом. Ведь крупный космический эксперимент готовится годами. человек затрачивает массу сил, энергии, не говоря уже о ресурсах. И вроде бы все готово. Он надеется получить результаты, которые, ну, если не перевернут мир, то уж по крайней мере внесут весомый клад в его понимание. Запуск и авария. И вот вам, пожалуйста, у меня есть такие примеры, когда человек после того, как это случилось, и его прибор, над которым он работал почти 10 лет, погиб, получил инфаркт. Понимаете, люди иногда воспринимают все, ну, как-то примешивая эйфорию, основываясь не на достаточно, скажем, надежных, обоснованных или даже просто продуманных фактах. Сейчас несколько новый этап, который как будто бы повышает вероятность обнаружить жизнь. Я имею в виду обнаружение экзопланет, начатое с середины 90-х годов прошлого столетия, А сейчас по самым скромным оценкам число обнаруженных планет у других звезд перевалило за 5000. При этом эта планета у звезд разного класса, в том числе у звезд холоднее Солнца. Эти планеты расположены поэтому ближе к Солнцу, и могут обладать примерно теми же климатическими условиями, которые Солнце на расстоянии одной астрономической единицы. И таких планет найдено уже несколько десятков. То есть это такие тела, на которых и по чисто тем фактическим значениям, я имею ввиду температура на том расстоянии, на котором они находятся, они могут иметь на поверхности жидкую воду. Да, это не экзотика, воды во Вселенной очень много, огромное количество в нашей Солнечной системе, и, наверное, в других ей подобных. Ну вот есть, понимаете, такое четкое математическое понятие, необходимое и достаточное. Вода нужна? Да, нужна. Нужны еще целый ряд факторов, ингредиентов, которые ей являются непосредственной основой жизни. Но это достаточно или нет? с моей точки зрения далеко нет. И понимаете, когда мы взываем к тому, что да, огромное количество звезд во Вселенной и даже в нашей галактике, все это так. Но сам вот тот момент феномен или то, что связано с возникновением жизни, это по самого рода разным оценкам исключительно редкий феномен. но пока мы не имеем даже доказательств, что некоторые следы жизни имеются в нашей Солнечной системе. Легче это в других звездных системах или нет? Думаю, что нет. А теперь подумайте, какой еще громадный скачок должен произойти для того, чтобы возникшая первичная жизнь, ну, скажем, на уровне прокариот, эукариот, развелась до интеллектуального уровня и способности взаимодействовать. Вот отсюда моя аналогия с пузырями. Ну, более того, вы понимаете, до сих пор люди, когда они касаются проблемы внеземного разума, связи с внеземными цивилизациями, они обращаются к формуле Фрэнка Дрейка. Это достаточно простое математическое соотношение, где оценивается возможное число так называемых технологически развитых цивилизаций, то есть таких цивилизаций, которые обладают способностью, ну, скажем, радиосвязи на приличном уровне. Так вот, там есть и число планет у звезд, число возможностей, вероятностной, все это вероятностные оценки, вероятность, так сказать, среди этих планетных систем, планет, которые находятся в так называемой зоне обитания с благоприятными климатическими условиями, возможность возникновения на этой планете жизни, ну, и так далее, и так далее. И есть еще одно слагаемое, или сомножитель, точнее, который определяет время жизни технологически развитой цивилизации, то есть цивилизации, которая достигла некого такого передового сильно продвинутого уровня. Понимаете, в воззрениях, ну, вот скажем, мы знаем, что огромное количество звезд, которые есть, находятся на разной стадии эволюции. Есть звезды, которые существенно раньше родились, которые родились, так сказать, позже, но уже прошли очень большой путь. Вот можете себе представить, если у такой планеты, у такой звезды была планета, на которой развелась жизнь, и которая достигла очень высокоинтеллектуального уровня, а возраст ее, скажем, на миллион лет впереди нашей, можете себе представить, какого уровня она достигла, если мы только сейчас говорим о так называемой цифровой экономике и информатизации всего общества, если мы говорим о том, что мы такие передовые, что мы овладели там энергией атома, что мы вышли в космос и так далее, а куда ушла тогда цивилизация, которая на миллион лет, скажем, а может на много миллионов лет старше нашей, трудно вообразить, правда, да? Но! И вот это ключевой момент, опять-таки, который связан с моей аналогией пузырей. Дело в том, что вот этот последний сомножитель формули Дрейка, а каково время жизни такой цивилизации? Ведь вы посмотрите, в 60-х годах мы были с вами на пороге ядерного уничтожения. что происходит сейчас в мире? Это же все время обостряющиеся процессы социально-политических конфликтов, роста напряженностей. Хватит человечеству еще на десятилетия или столетия вперед себя уберечь? Или найдется один придурок из числа политиков недостаточно уравновешенной, который грубо говоря спустит этот спусковой крючок. И что тогда? Вы же понимаете, что средство уничтожения на земле накоплено на порядке больше, чем надо один раз ее уничтожить. каковы последствия? Пустыня. Пустыня, следовательно, нужны еще многие, многие тысячелетия для того, чтобы, может быть, как-то что-то возобновить или прийти к тому, что мы называем сейчас более-менее благоприятной экологией. Вот вам, пожалуйста. поэтому я всегда, когда я говорю своим студентам, беседую с ними, я перед ними ставлю вопрос. Ну вот, среди вас есть пессимисты, оптимисты. Как вы думаете, сколько времени нужно нашей цивилизации еще дать, чтобы быть дальше абсолютно убежденным, что она будет жить дальше миллионы лет? Или вы более пессимистично настроены и думаете, что она проживет еще не больше нескольких столетий, скажем, в лучшем случае? Так вот, самые-самые оптимистичные говорят, ну, сколько? Ну, может быть, лет так, эдак, 300-500. А что такое эти годы? мы знаем, что на этом расстоянии по крайней мере следов интеллектуального населения, следов разума нет. поэтому, если даже такие очишки развелись где-то, то они могут себя уничтожить раньше, чем они вступят в контакт. Вот, собственно, и прямая парадигма. Продолжение следует...